Как говаривал излюбленный Путиным император Александр Третий, у российской пропаганды есть только два союзника – ее кровожадность и ее ложь. Да врут все время, вот поэтому тень на плете не наводят. Всем привет, с вами Оля Ключникова, и это первый в новом году обзор пропаганды на Навальный Лайф. На этой неделе мы расскажем вам, как государственные СМИ и официальные лица освещали протесты в Казахстане. Вы узнаете, кто же, по мнению госканалов, кукловод и организатор протестов, и как в поисках кукловода пропаганде помог Джокер. Куда следует везти войска помимо Казахстана и кого, прости господи, предложил изнасиловать депутат Госдумы от Единой России. 2 января после резкого роста цен на сжиженный газ сотни тысяч жителей Казахстана вышли на улицы своих городов. Все мы давно привыкли, что протесты любого характера в постсоветских странах действуют на наших представителей власти и пропагандистов, подобно распятию на вампиров. Но если бы вампиры при виде распятия вдруг начинали не только корчиться в агонии, но еще и кричать про Майдан и оранжевые технологии. На этот раз первые публичные акции протеста в Казахстане пропаганда стоически проигнорировала. Оно и понятно. 2 января, новогодние праздники, администрация президента тоже хочет отдохнуть. Поэтому методички высылаются с большой задержкой. Молчали Маргарита Симоньян и Мария Захарова. Молчали Владимир Соловьев и Евгений Попов. Хранили святое молчание и государственные каналы. Тишь да гладь. Лишь только пропагандист Максим Кононенко написал в своих соцсетях «Пытаюсь обнаружить в себе хоть какие-то эмоции по поводу Казахстана». Не получается. Глухо. На что ему резонно заметили. Потерпи, пришлют. Начальство ваше само в растерянности. К 4 января пропаганда начала свои первые робкие попытки освещения протестов. Методичка еще не до конца сформировалась, поэтому протестующих называли демонстрантами, активистами, манифестантами. Пока никаких террористов, никаких криков о 2%, ну вы сами понимаете чего. Но уже к 5 января митингующих начали называть погромщиками и беспредельщиками. А к 6 в ход пошли наименования банды, вооруженные радикалы и даже террористы. Эх, так все хорошо начиналось. Увы, на правду и объективное освещение событий дом на острове Кома не построить и недвижимости на 300 миллионов рублей не купить. Очень показательно, как освещались события в Казахстане в новостных сводках на телеканале «Россия-1». Если верить экспертам госканала, то за протестами стоят афганские джихадисты. В тот момент, как американцы ушли из Афганистана, там освобождаются, что называется, большие контингенты выходцев из Средней Азии. В том числе из Казахстана. Казахи, уйгуры, узбеки, киргизы, таджики, кто угодно из местных исламистов. Что называется ланскнехты джихада. Вопрос, куда их перебросят, был понятен по местам исходной дислокации. Единственное, вот что точно было неожиданно, что это будет в Казахстане. Ну вы же все видели знаменитые кадры с джихадистами из Казахстана, правда? Ну вот, например. У меня есть ребенок, но даже я не боюсь. Мой ребенок выбрал меня своей матерью, значит он хочет, чтобы я была храбрая, смелая, открытая. И чтоб я боролась. И мой ребенок вырастет боссом, а не трусливой скотиной. Ух, джихадистка, не хочет, чтобы ее ребенок вырос трусом. Действительно, радикально. В России за такие заявления признают экстремистами и иностранными агентами. Понятна обеспокоенность экспертов с Россией один. Это как понимать? То есть долго это надо терпеть? Заявления об активном участии афганских джихадистов и даже организации ими протестов не раз и не два звучали в эфире Госканала. Что среди толпы орудуют хорошо подготовленные, имеющие боевой опыт радикалы-исламисты. Из этого эксперты сделали логичный и понятный вывод. Нужно срочно вводить войска в Казахстан, иначе джихадисты придут и в Россию. Потому что следующий вслед за Казахстаном страна, где джихадистам надо будет разворачиваться, это получается уже Россия. Поддерживают риторику о джихадистах и анонимные телеграм-каналы. Популярный канал Низыгр с аудиторией в 330 тысяч подписчиков репостит к себе предупреждение. Скоро и в России поднимут голову джихадисты из Средней Азии. В России, по самым скромным подсчетам, находится около 4 миллионов мигрантов из Центральной Азии. По другим оценкам, в два раза больше, если считать новых граждан. И это самый перспективный материал для любых самых разрушительных планов. Самое удивительное, что про джихадистов и угрозу от радикалов нам пишут все те же люди, которые еще не так давно говорили. Террористы из запрещенного в России Талибана – красавчики года. Ох уж этот дивный мир противоречий отечественной пропаганды. Вы можете сказать, раз среди протестующих так много террористов из Афганистана, то они наверняка оставили множество следов. Но президент Казахстана Касым Жамарт-Такаев предвидел ваш вопрос. По его словам, террористы, чтобы замести следы, атакуют морги и крадут оттуда трупы. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Кажется, захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко нашел достойного партнера, чтобы перепеть песню Оксимирона и ЛСП «Безумие». Впрочем, одним Афганистаном наши пропагандисты не ограничились. Буквально в рамках одного новостного выпуска неподготовленные телезрители узнали не только об участии джихадистов в протестах, но и о том, что управление протестами осуществлялось с территории Украины. Вот, например, кадр, где представители Украины встречаются с участниками террористических группировок Афганистана. Ой, простите, это министр иностранных дел России Лавров встречается с запрещенным в России талибаном. Опять перепутал. Анонимные телеграм-каналы подтверждают. И правда, протесты управлялись территорией Украины. Вот, например, анонимный телеграм-канал «Кремлевская прачка» пишет. Хакеры вскрыли, что в попытке переворота в Казахстане активно участвовал Одесский Центр информационно-психологических операций. При переходе по ссылке, размещенной в посте, мы попадаем в канал с названием «Джокер ДНР». Да, Джокер уже не тот же. Но зато теперь мы точно знаем ответ на вопрос, откуда у него эти шрамы. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Это сделали украинские власти. Как вы сами понимаете, тема Украины и майданных технологий активно поднималась на протяжении всего периода освещения протестов в Казахстане. Интересно, а цены на газ тоже украинцы подняли? Кто я? Ну, вы понимаете, чуть где-то вспыхнет протест – сразу майданные технологии. Я удивлена, что в европейских протестах против ковид-паспортов до сих пор не нашли следа Сороса, Майдана и Владимира Зеленского. Не дорабатывают птенцы Пескова. Дмитрий Сергеевич, проведите, пожалуйста, работу над ошибками. Пусть джокер ДНР еще немного поработает со своими хакерами. Президент упростил получение российского гражданства для жителей отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины. Теперь я всегда улыбаюсь. Помимо Украины, по мнению наших СМИ, к протестам в Казахстане приложил в свою руку и ненавистный Запад. Можно ли обнаружить во всем происходящем какие-то следы западные, западных спецслужб, дипломатии? Вспомним Бен Ладена, кто выращивал, да, и что в итоге Америка получила. Сейчас это не свидетельствует о том, что западные спецслужбы отказались от таких медов. Владимир Соловьев обнаружил истинных кукловодов казахстанских протестов в Польше. Я куплю себе ежа или черепаху. Ой, снова не то видео дали. Давайте другое. Первое из них – это Польша. Именно с территории Польши действовал информационный спонсор террористов. Не забыл Владимир Рудольфович при обсуждении ситуации в Казахстане и воздать хвалу своему великолепному начальнику. При этом как-то часто бывает одна пророческая фраза Владимира Владимировича Путина, тихо-тихо сказанная, она как-то все поставила на место. Привычно кровожадно выступила и Маргарита Симоньян. Весь декабрь она мечтала о войне с Украиной. Теперь в своих фантазиях глава РТ видит расстрел протестующих. Хоть бы больше крови, хоть бы больше крови, будто молится Маргарита Симоновна, давно научившаяся превращать чужие смерти в собственный капитал. Симоньян написала так. Такие майданы бывают в одном случае, если лидер не уверен в лояльности своих силовиков. И ни в каком другом. Именно поэтому толпа выгоняет из города БТРы. А в БТРах вооруженные люди не стреляют, так как стрелять им не приказано, потому что нет уверенности, что приказ будет выполнен. Берегите и готовьте своих ребят в погонах. Заранее. Вот прям как сани летом. Дальше больше. Затем она пообещала подарок комментатору, заявившему, что он как военный обязательно отдаст приказ стрелять на поражение в случае протестов в России. Оно и понятно. Маргарита Симоньян будет оберегать возможность получать сотни миллиардов рублей с бюджета ценой любой крови. Поэтому и звучат раз за раз призывы к убийствам, а главными красавчиками прошедшего года пропагандистский канал Симоньян называет запрещенный в России Талибан. В своем желании залить улицы Казахстана кровью протестующих Маргарита Симоньян не одинока. Регулярный гость программ Владимира Соловьева Яков Кэдми также убежден, стрелять надо было на поражение сразу. Приказ стрелять на поражение надо было отдать в первый день. Через час. А не ждать до сегодняшнего дня. Логика пропагандистов понятна. Люди хотят, чтобы их дети не росли трусами и рабами, как выразилась одна из протестующих, убивать, убивать и еще раз убивать. А то чего хотят, негодяи. Предельно кровожадными оказались и комментарии наших официальных лиц. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил насиловать жен тех, кто устал от Назарбаева. Все владельцы салонов сотовой связи в Ламате, писавшие в Фейсбуке, когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет, должны страдать. Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи. Типа, что? Депутатом какой партии является Олег Матвейчев? Кто мечтает утопить всех в крови, чтобы продолжать безнаказанно воровать? Разумеется, Единая Россия. Вот уж гарант качества. Убивать и насиловать предлагают наши официальные лица, а экстремистами все равно будут признавать борцов с коррупцией. А уголовное дело за реабилитацию нацизма будут заводить на тех, кто дал пощечину памятнику. Такие дела. Другой депутат Госдумы от Единой России Бистултан Хамзайов предложил присоединить Казахстан к России. Вторил ему и бывший писатель, а ныне пропагандист и убийца Захар Прилепин. Но вы же знаете Захара, ему лишь бы кого-то поубивать и что-нибудь присоединить. Раньше он без конца писал в свой телеграм-канал о том, как здорово будет, когда российские танки доедут до Киева. Теперь вот грезит везти войска вообще везде. Если всерьез, в России надо полноценно, открыто, на виду у всех, согласно международным актам, под пунктом договоров, дружески, дипломатически, культурно, очень культурно, зайти в несколько мест. Куба, Венесуэла, Вьетнам, Никарагуа, много есть хороших мест. Зайти и не уходить больше. Великая туристическая держава. Добрые соседи. Так нас и называйте. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много. Ну а в довершение вы наверняка хотите спросить, а что же сказал по поводу Казахстана Дмитрий Песков? Ладно, ладно, понимаю, не хотите. Но я все равно расскажу. Надо же знать, что считает адмирал пропаганды. А адмирал пропаганды с часами стоимостью почти 40 миллионов считает, что виноваты в событиях в Казахстане социальные сети. Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача принять меры, чтобы зло это купировать. Эта история не новая, она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане. Не перепутайте. Часы за 40 миллионов – это добро. Попытка убить Алексея Навального – это добро. А рассказ про коррупцию и право на протест – это зло. Что же, горчите Пескова, подписывайтесь на наш канал. В общем, все как всегда с нашей пропагандой. Во всем виноват Запад и Украина. А выход один – убивать, убивать и еще убивать. А что там до нищеты населения или лондонской недвижимости дочери Назарбаева на сотни миллионов долларов? Об этом наша пропаганда, как всегда, будет молчать. У нашего канала нет финансовых возможностей, какими обладает Маргарита Симоньян или Владимир Соловьев. Нам не выделяют сотни миллиардов рублей из бюджета России. Мы работаем только благодаря вашей поддержке. А поддержать нас очень просто. Поделитесь этим видео с друзьями в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал и становитесь нашими спонсорами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!